МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Промысловая сфера региона нацелена на достижение высоких выникнов. А в этом, подчас встречи с працовным коллективом завода «Централит», заявил старшиня Гомельска Габалов-Канкама Владимир Дворник. Ситуация под контролем. Навуково-доследший Институт метрологии Санкт-Петербурга проведе на предприемстве Гомель-Шпалеры за меры промысловых выкидов. Плановать свою будущую уже сенья самозанятые грамадяне теперь могут выплошивать взносы на пенсийное страхование. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Информационная группа на чале со старшиней Гомельска Габалов-Канкама Владимиром Дворником наведала «Литейный завод «Централит». В рабочей программе наведывание вытворчасти и сустреча с коллективом. На предприемстве побывал Олег Сентюров. «Литейный завод «Централит»» предприемства с максимум не самыми высокими, а не стабильно становящими экономичными показчиками. По выникам минулого года, середняя зарплата перевысила 950 рублей при росте объема вытворчасти в 104%. При этом продукция гомельчан красается опытом не только в Беларуси. Сегодня на экспорт поставляется прикладно 52% продукции, якая вырабляется на «Централите». Повеличение ассортименту и снижение себекошту в таких умовах не обходность. С этой на годы на предприемстве уже реализовали некакий проект по модернизации вытворчасти. А прожатого администрация «Централита» звернулась областной совету депутату с просьбой снизить податки на землю и нерухомость. Это одразу поуправая на конкурентность продукции. В минулом году экспорт перевысил 8 миллионов долларов. И есть все поставы мерковать, что все это ГТПК-шек может повеличиться». «Традиционными рынками завода являются Российская Федерация, Финляндия, Литва, Эстония, Швеция. Продолжаем наращивать объемы, запланированный рост объемов и на 2019 год, как промышленного производства, так и экспорта». От дорожной арматуры и обсталивания для минского и московского метрополитенов до малых архитектурных форм. В минулом году прибыта к «Централита» от реализованной продукции перевысил 800 тысяч рублев. Подчас встреча с коллективом сочиня Абралконка «Молодимир Дворник» на эффективность работы промышленного комплекса, звертая особливую увагу, Гомельская область – буйнейший в Беларуси промышленный регион. А тому от выника деятельности предприемцев напрямую залежить, наполняленность бюджету и, как выник, реализация запланованных программ. В этом году в регионе плануется ввести эксплуатацию некоторых новых предприемств, что окажет остановочий вплыв на социально-экономичную ситуацию. «ЦКК, я думаю, в этом году выйдет. Это будет крупнейший завод с хорошей экономикой, который добавит нам отрасли промышленности. В этом году мы должны получить первую калийную продукцию на Петриковщине. Это вообще суперзавод, который намного увеличит потенциал области промышленности. Ну и много-много предприятий, их десятки, которые сегодня модернизируются, новые предприятия, которые появятся на карте к концу этого года. Поэтому для меня промышленность и для региона – это особый потенциал, который должен поднять уровень жизни и достатка наших людей». Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадо-компания «Гомель». Филиал «Гомель-Шпалеры» акционерного товарыства ЦПК «Консалт» заключил договор с усероссийским науково-доследшим институтом метрологии Санкт-Петербурга на проведение замеров промысловых выкидов предприемства. Як чакается, российские специалисты приедут в «Гомель» в наступном месяце. Одночасово на «Гомель-Шпалерах» проводятся работы по установке больше эффективных фильтров. Наши корреспонденты ознайомились с ситуацией. Стационарная корреспонденты выкидов номер 149. Виновата так, у экологов официально называется участок вытворчасти виниловых шпалер, выкиды с якого мают невельми приемный пах. Начинаючи с минулого года, контроль за ими ведется двойче на тыдень. Вызначается концентрацию поветры шкодных выкидов. В 2018 году проведены более тысячи исследований по содержанию пяти загрязняющих веществ, конкретно, в том числе и формальдегида. Превышений практически не зарегистрировано за исключением пяти дней исследования, когда регистрировались превышения. Эти превышения регистрировались в теплое время года, в июле и в августе. Для отримания больше объективных дадзинах контрольные замеры проводятся на некольких кропках, подчинаючи с заводской трубы. Минавито в этом месте можно вызначить реальные дадзины о промысловых выкидах. Отбор этих проб осуществляется через специальное технологическое отверстие в трубе. Это значит то, что мы говорим именно выбросы самого предприятия. Те измерения, которые производятся за пределами предприятия, а это значит пробы берутся именно по атмосферному воздуху и определяют ту среду, в которой обитает сам человек. Это здесь уже выбросы не одного предприятия, а нескольких. В том числе налагаются соответственно и выбросы автомобильного транспорта. На самим предприемстве так само проймают меры по ликвидации неприемного паху. У минулого месяца отбор проб на Гомельш-Палерах провела лаборатория товарыства «Экоцентр» с Курска. Разом с тем, керавниство филиала погаджается. Некоторые решивы не доследовались по причине отсутствия в Гомеле отповедных методик и обсталевания. По этой причине тут заключили договор с Уссероссийским навыково-доследчим институтом метрологии Сан-Бесарбурга. В наступном месяце его специалисты проведут замеры заборожжевальных решивов, которые ранее не контролировались. А про шатагоны предприемств вы решили перестать на импортную сыровину, якая лишится наибольшей экологичной чистой для вытворчасти шпалеров. Однажды тут за властный кошт установили новые фильтры, что уже зараз дозволило сменшить неприемный пах. Причем эта система будет модернизоваться. Подбором обсталевания для гомель-шпалеров займается Белорусский Державный Технический Университет. Вспытываем новые материалы, которые нам дают ученые, устанавливаем их, смотрим, эффект все лучше и лучше становится. И поэтому мы не стоим на месте, понимаем прекрасно эту проблему и этот вопрос находится на контроле местных органов власти. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». С гетага года в Беларуси почал день указ номер 500 об Державном социальном страховании. Згодно с ним самозанятые грамадяне теперь могут удельничать у Державном социальном страховании и формировать стаж. У них появилось право на пенсию при достигнении отповедного взрослого, а так само по инвалидности и в выпадку страты кормителя. Подаденных податковой службы в Гомельской области сегодня наличивается около 5500 таких особ. Среди них, например, те, кто займается репетиторством, виды с дымками и парикмахерскими послугами. Выплошивать взносы они могут в любой час, но не позднее за первого саковика года наступного за справоздачным. Зробить это можно с допомогой системы «Разлик и рыб» после постановки на улик у органов фонда социальной обороны. Для этого им необходимо обратиться в органы фонда по месту регистрации с документом, удостоверяющим личность, подтверждающим документ, который подтверждает уплату единого налога, а те категории лиц, которые не уплачивают единый налог, документ, подтверждающий осуществление такого вида деятельности. Естественно, написать заявление о постановке на учет с указанием вида деятельности, который не является предпринимательской. Обязательные страховые взносы будут уплачиваться только на пенсионное страхование в размере 29% от самостоятельно определяемого ими дохода за периоды осуществления деятельности. Индивидуальные предпринимательники, нотариусы и адвокаты смогут выплачивать эти взносы только за период фактичной деятельности за триманием дохода. Декларовать периоды працы не повинны про спрадоставление раз у год у органы фонду документов персонификованного улику. Рабить это треба не позднее за 31-го саковика года наступного за справоздачным. Но выплатить в бюджет фонду страховые взносы предпринимательники, нотариусы и адвокаты повинны не позднее за 1-го саковика. До речи, сумму можно подлечить на калькуляторы на сайте фонду социальной обороны. Гомельской мытни в минулом году. Сегодня подчас пресс-конференции ведомство подвяло выники леташней работы и вызначило задачи на 2019-е. 26-го студене во всем свете означает Международный День Мытника. На переддне своего профессионального свято перед початком пресс-конференции керавництво Гомельской мытни уручило удержанные листы СМИ региона, які летось найбольш активно освятляли деянностях этой структуры. Улику инших у Знагорода отримала и телерадо компания Гомель. Что тучится огученных на встрече с журналистами Личба, то яны насамреч унушальные. Так летось от работы мытни у республиканский бюджет поступила прикладная на 35% больше сродков, чем у 2017-м. На 1 рубль выделенный на утримание мытни перелечено у доход державы свыше 110 рублев. Прозмытню переместили больше 215 тысяч грузовых автомобилей, 620 тысяч легковых, а мальчатыры миллионы физичных особ. Супрацовники мытни выявили 3000 администрационных правопорушений. Итогом работы нашей стало то, что практически 25% экспортных товаров, которые уходят из нашей страны, оформляются в автоматическом режиме, то есть вообще без участия сотрудников таможенных органов. В поле 74% экспортных товаров оформляются в срок не превышающий 5 минут. 84% импортных товаров оформляются в срок не превышающий 2 часов. То есть мы достаточно серьезно и много работаем над тем, чтобы сокращать время совершения таможенных операций и для того, чтобы белорусскому бизнесу, тем, кто добросовестно работает, было комфортно работать с гумельской таможней. Открыть свою справу станет простей. В Гомельской области один за одним начинают працевать центры трансграничного супрацовництва. Консультанты допомогут предпринимателям, будущим и дейшим вырешить все необходимые пытания для поспехового ведения бизнесу. Заявление таких центров стало максимумом дякуючи реализации проекта «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных районах Украины Беларуси». Подробности у Марины Джалой. Один из региональных удельников проекта «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных районах Украины Беларуси» Рогачевский центр поддержки предпринимательства «Лион». На его базе по завершении реализации проекта створить центр трансграничного сопротивления те, кто только планует открыть свою справу, а так само опытные бизнесмены смогут отримать тут информационную поддержку. Я как консультант буду предоставлять услуги по консультированию малого бизнеса, то есть предпринимателей малых фирм нашего города по развитию бизнеса в приграничных районах Украины». Один белорусский партнер проекта «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных районах Украины Беларуси и Сярод ВНУ Гандлёвый экономичный университет с поживецкой кооперацией. Тут уже открыт один из центров трансграничного сопротивления. Им можно отримать послуги по бизнес-планованию и инвестиционным проектованию. Сюда зато помоги у распроцовцы бизнес-плану и стартап-проектов могут отвертаться усе удельники проекта. Также у нас есть услуга индивидуальных консультаций, которыми я занимаюсь лично. И с моей помощью вы можете разработать свой уникальный проект, который мы доведем до логического завершения и осуществим все формы поддержки, его финансирования и реализации. Удельники проекта и вогули все ожидают, что могут проверить жизнездольность своих стартапов, а так само отримать шмат новой корыстной информации на што-годовом чемпионате молодць и предпринимательства. Этот конкурс бизнес-проектов позволит выслушать и начинающих, и молодых предпринимателей, и студентов с их бизнес-идеями, с их начинающими бизнесами, и, конечно же, задать ряд вопросов, которые будут способствовать направлению их бизнесов в трансграниченное сотрудничество. Чемпионат молодых предпринимательства пройдет в Белорусском Гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией 13-14 мая. Зарегистроваться на сайте можно уже зараз. Предпринимательников запрашают принять удел у якости членов журы. Молодь расставит свои стартап-проекты, а так само пройти навучение на специальных курсах. Марина Джалая, Игорь Марышенко, отель Радоя компания «Гомель», Гомельский район. Презентация факсимильного выдания первого белорусского и уходного европейского буквара произошла сегодня у областной библиотеки имя Ленина. Мероприемство примерковали до 400 год за выходу в свет оригинала книги. Ее выдали у друкарни Виленского православного братства Святого Духа. Факсимилия, подрыхтованная специалистами Национальной библиотеки Беларуси, представляют собой трехтомник полноколеровый буквар оригинального по меру, его пероклад на сучасную белорусскую мову и сборник навуковых доследований на русской, белорусской и английской мовах. Работа над выданием протягивалась три годы и у его основу лег один полный экземпляр книги, який захавался до наших дзен у приватной библиотеки у Лондоне. Это, правда, самая первая в свете книга, которая имела назву буквар. Книга неблага довольно захавалась, дякуюч тому, что еще в 17-м стагодзе натрапела у Лондон. Калешчыра там ею мало хто читав. Усе экземпляры, которые засталися на родзиме, были просто зачитаны до дзир и до нашего часу не дожили. И только дякуюч выпадковости, дякуюч тому, что эта первая книга трапела у Лондон, мы подрапанности, наводзирочки, рукописные познаки на сторонках книги, плямы, печатки, абсолютно все один у один. Факсимильное выдание раскрывает всю значность и уникальность друкованного помника, заховывая для нашшатка духовную спадшину белорусского народа. Калле 50 выданий у буквара передали у библиотеки и музеи Гомельской в области. Так само книги пополняют фонды областного отделения союза письменников и устану адукации. Знакомитые неглюбские рушники, стилизованное под давнену сучасное веселье вез к за сего трима же харами. Неверогодный подороже по Беларуси пропануе гомельский фотограф Сергей Холодилин. Его персональная выстава под назвой «Захование и развитие нематериальной спадшины Беларуси» открылась сегодня у выставочной зале университета имя Франциска Скарыны. До речи, Сергей Холодилин выпускник ГДУ. Больше 30 лет тому он учился тут на факультете экономика працы. Почас интервью узгадывая, что с фотоаппаратом посебравау в 8 классе. Технику на день народжения отримав от батьков. Это был фотоаппарат Шайка различенный на 72 кадры. Но не в забаве аппарат выкрали в школьном гардеробе. Другий фотоаппарат унуку купила бабуля. Из этого Сергей Холодилин уже не расставался с ним. Невеликий перепынок был только подчас службы у армии, которую он проходил в Литве. А после начал заниматься фотографией профессийно. Працовал в газете «Маяк», потом в «Гомельской правде». И уже четверть с того год заявляется уласным фотокорреспондентом белорусского телеграфного агентства по Гомельской области. Работы Сергея Холодилина выставлялись в Германии, Норвегии, Франции, Польши и вядом Беларуси. Дарэча сярод шматликих досягненьев и перемог званил лауреата премии президента за духовное дрожжение. Одной из моих любимых тем является тема социальная. Портреты людей, причем разного возраста, и маленьких, и больших, и взрослых, и пожилых, таких умудренных опытом. Потому что в каждом возрасте есть своя прелесть. Будь то мужчина, будь то или девочка, или мальчик, все люди разные. В разных возрастах все разные. Поэтому это моя самая тема. Мне удается находить общежитие с людьми, находить контакт, который позволяет человеку раскрепоститься и проявить себя, как он есть, реальный портрет. Убачить фотоработы Сергея Холодилина в выставочной зале ГДУ можно до 13 лютого. Геты и иншую новину вы можете знайти на нашем сайте, в интернете, по адресу www.tvrgomil.by. На гетин выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Искали одиноких и отнимали у них квартиры без шума и пыли. Сотрудники ГУБОП содержали черных риэлторов, которые различными схемами лишали неблагополучных граждан недвижимости. Пока по уголовному делу проходят пять человек. Четверо мужчин и женщина. У последних к слову, пятеро детей. Все фигуранты, как полагают сотрудники ГУБОПа, звенья одной цепи. Они занимались на территории областного центра мошенничеством, поделкой документов и незаконным удержанием людей. Находили одиноких и выпивающих владельцев недвижимости, входили в доверие и отбирали у них квартиры, чтобы потом продать жилье и выручить деньги. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гомельской области была задержана преступная группа, состоящая из лиц национальности Рома, которые мошенническим путем завладевали квартирами жителей города Гомеля. Сотрудниками УБОП Цель направленно проводится работа в данном направлении. В прошлом году была осуждена организованная преступная группа, состоящая из пяти человек по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенная в составе организованной преступной группы». Всего возбуждено порядка 15 уголовных дел. В Турове раскрыта кража из Храма Всех Святых. Накануне праздника Крещения неизвестный похитил икону и деньги. Поначалу милиция полагала, что вор один из местных жителей, которому не хватило денег на выпивку. Но реальность оказалась другой. Кражу совершил 12-летний подросток, который, взломав замок на двери котельной, проник в помещение и через него попал к алтарю. Также молодой человек вскрыл два ящика с пожертвованиями. Однако денег там оказалось совсем мало и брать их воришка не стал. Он прихватил с собой икону, кстати, не представляющую культурной ценности, и 15 рублей, которые лежали отдельно. Изучив все возможные варианты, вышли на след 12-летнего подростка, который проживает недалеко от данного храма. Действительно, его задержали, опросили, и он совершил эту кражу, потому что ему были необходимы деньги, которые впоследствии он потратил на продукты питания. А сегодня церковного грабителя задержали и в жидковищах. 25-летний мужчина, похитил в храме деньги из коробки для пожертвований. Грабеж был совершен около полудня. Задержали нарушителя по горячим следам. Продолжил дело брата, но также погорел. Жителю Бреста пришлось отдать правоохранителям две тонны спирта после того, как в Добружском районе задержали его автомобиль. Мужчина перевозил в грузовике пластиковые канистры со спиртом. Одну тонну 780 литров. А в потайном отделении кабины еще ящики с водкой без акцизов. Ровно 200 литров. Что интересно, брат водителя уже не единожды отвечал перед законом за незаконную перевозку контрафактной алкогольной продукции. Видимо, по его следам пошел и близкий родственник. В поселке Копоткевич и Петриковского района водитель пассажирского автобуса сбил 53-летнюю женщину, которая стояла на обочине. Водитель зацепил сельчанку, когда выполнял разворот и, видимо, плохо убедился в безопасности маневра. Женщина с переломом пяти ребер была доставлена в Петриковскую районную больницу. При подходе к пешеходным переходам нежелательно, ожидая зеленого сигнала светофора, стоять прямо возле, скажем, проезжей части. Лучше отойти на безопасное расстояние, примерно метр до проезжей части и ожидать включения разрешающего сигнала светофора. Также нужно быть предельно внимательными при переходе проезжей части дороги и, конечно же, смотреть по сторонам. У меня все новости. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта в студии Павел Михно. В очередном матче чемпионата Беларуси хоккейный клуб «Гомель» проиграл в гостях у «Металлурга». Первый период гомельчане закончили со счетом 2-0 в пользу Столиваров. После перерыва гостям удалось сравнять счет. Обе команды играли агрессивно, однако «Металлург» воспользовался моментом и забил гол в заключительном периоде. Матч закончился со счетом 2-3. Для жлобенчан это первая победа после четырех поражений. К другим матчам тура Неман одержал викторию над «Лидой» 5-0. Лидер чемпионата «Юность» одолела «Шахтер» 3-0. «Динамо» молодечно выиграла молодежную сборную Ю-20 по булитам 4-3. Чемпионат Беларуси по борьбе завершился в «Лиде». На награды турнира претендовали около 150 спортсменов со всей страны. Борцы показывали свои умения в греко-римской и вольной борьбе. В командном зачете Гомельская область стала третьей по греко-римской борьбе. Мужчины-вольники остались в шаге от пьедестала. У них четвертое место. А вот женщины завоевали бронзу в общем зачете. В своих весовых категориях победителями стали Виолетта Чирик, Анастасия Евмененко и серебряный призер Олимпийских игр Мария Мамашук. Среди мужчин по вольной борьбе второе место занял гомельчанин Евгений Ребиков, Владислав Щуко, Артем Кравченко, Дмитрий Шамела, Артем Рудинок и Владислав Осипенко завоевали бронзу. В греко-римской борьбе победителем стал Кирилл Грищенко, а серебро досталось Станиславу Шафаренко. Евгений Юров, Руслан Агамалыев, Егор Жилинский и Джавид Гамзатов стали третьими. По итогам соревнований лучшие спортсмены попадут в национальную сборную. В Минске прошли Олимпийские дни молодежи по фехтованию. За первое место боролись юноши и девушки 2002-2003 года рождения и моложе. Спортсмены Гоменского центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта также принимали участие в этом турнире. В фехтовании савлей Иван Лавец занял второе место, Алексей Терещенко третье. Упражнение к срапирой хорошо выступила Анастасия Маливанова, она завоевала бронзу. Александр Катягов выступал в фехтовании шпагой и занял третье место. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.